Большое спасибо за приглашение на представление института, заходящийся примерно в километре отсюда. Это, по своему мнению, мое первое выступление. Поэтому еще раз спасибо за приглашение. Очень приятно. Сегодня я буду говорить о неплательных столовых клетках. В основном, мой доклад будет посвящен своей сочной работе, работе моей лаборатории. Но я дам краткое ответвление, в котором я расскажу о какой-то припатетной клетке. Я расскажу о двух основных свойствах. Главное свойство припатетных столовых клетках, как и любых столовых клетках, способность на конечном году самообновляться в культуре. Продолжу. Я сказал, что в основном я буду говорить о своих собственных результатах. Как вы поймете в силе моего изложения, чьи-то опыты для решить, никого нет. Поэтому, в том числе, и для условий, я буду говорить о своем работе. И посещать свой доклад на обзор данной тематики. Как я сказал, свойством всех клеток, способность бесконечно-мегранично-долгостно обновляться в культуре. Свойственного клепатитных столовых клеток, помимо этого свойства, является способность дифференцироваться во все возможные существующие темы взрослого организма типа клеток. Два этих свойства называются свойством клепатитности. Известны несколько типов а также скандали известные стаб клетки, полученные кислотно-препрограммированные. Я считаю, что за этим открытием стоит какая-то реальная заука. На счету первой, это самые исторические документируемые вертиклы. Припадения ствола открыты, они были открыты в марте 1931 году. Они были получены из новой неклеточной массы бастоцист мыши. Клетки были переведены в культуру, и в различных условиях на слои филерных клеток, это эмбриональные фибробласты, они могли бесконечно долго поддерживать себя культурой, не меняя своих слух. Что важно, эти клетки могли деференцироваться во все существующие клетки организма. Чтобы стало ясно, после их введения обратно в бастоцист, они деференцировались и присутствовали во всех тканях, кроме двух типов клеток, первичная эндодерма и трофткадерма. Собственно, поэтому эти клетки были названы плюпатентные, а не плюрипатентные. То есть, плюпатентные, они в полном смысле являются повторённые нации до сего. Они могут дать начало не только деференцированному региону, но и независимым. Эти клетки, полученные Эвансом, используются в 30-х лет для изучения функций генов. Они имеют очень важную практику с этим мнением, как вы видите. На сегодняшний день уже потреблено на кого-то порядка нескольких тысяч генов, изученных функций. Процедура заключается в том, что эти клетки привлекают генетическим манипуляциям, включению гена или введению экзоргена или его мутанта. Получают мутантные клетки. Эти клетки можно получить из одной клетки, потому что они кланабельные. Одна клетка может дать начало своей популяции. И свойства клеток в этой популяции будут неотличимы от свойств исходной клетки. Потом эти клетки можно внедрить обратно в асортисту. Эти клетки будут строиться в виде развития и строятся в разные типы клеток. Но мы помогаем, подключая половые клетки. Таким образом, мы можем передать мутацию, введенную на уровне курсивированных клеток, в половую линию, затем скрести эти ночь, решить, получить потомство мемозигодной мутации и смотреть, как она развивается в отсутствии экзогена или в отсутствии кутоцингового мутанта. Это такая стандартная процедура. Эта процедура вооруженного материала своя актуальность, в связи с развитием Крис-Перказ-технологии, о которой я говорил в следующем докладе. Действительная революция в этой области. Вот она до сих пор работает, и в некоторых случаях она помогает. И она уже о себе оправдала. Спустя 10 лет, после опытов, проведенных с Митисом Копекидом, которые они получили на брюкскую премию, Си Севансом открыли эти клетки. Были открыты клетки для нас в своей клетке человека. Джеймсон Томсон был. Эти клетки несколько отличаются по морфологии и по зависимости от ростовых факторов. Они имеют специальные поведения в культуре. Они намного более медленные. Они медленно проектируют. Тем не менее, считают это реальным словом. Хотя, по своим словам, они ближе к припластным склорным клеткам, тем более комитированным, более прогненным. То, что сейчас называется праймированная приепатитность. Но доказательств других этого нет. Поскольку это понятно, такие золотые тесты для доказательства припазита природных клеток для этих клеток неосуществимы. Это тест на теплеопатитность, когда клетки вводятся в эмбрион, и затем отслеживают себя в кладку в различные тканевые уровни. С этими клетками, очевидно, такой манипуляции не привести. Хотя они вполне успешно формируют тератоны. Это такие растущие опухоли, состоящие из многих клетчатых типов. Такая своеобразная, дезорганизованная эмбриогенность. Таким образом, открыть эти клетки человека открыл новые возможности новоустроения в регенеративной медицине. Сколько эти клетки можно дифференцировать во все, как было сказано, клетки доносного организма. Очевидное приложение – это использование для замещения поврежденных тканей и органов. Однако важный вопрос, где получаются эти клетки? В качестве подхода для получения эмбриональных слоуатлетов заключался в соматическом переносе ядра. Название терапевтического фланирования. Когда ядра от соматических геток переносится в ацет, из которого удалено с собственного ядра, затем вызывается в соответствии с которой получается эмбрионные слоуатлет. Это очень технически сложная процедура. Она аналогична той, что была проведена на новичкой дуле, естественно, потом кожу была вошли. Стоит разница, что эти эмбрионы не запускаются в дальнейшее развитие, а их развития терминируются, а их не получается. Это логично с донором астматического вида. Технически, во-первых, сложно, а во-вторых, есть этические, конечно, преграды, связанные с тем, что приходится умерщать искусственно созданную эмбриону. Соответственно, с практической точки зрения, именно с того конца возникло, возник вопрос возможно ли программия соматических геток при патентном состоянии. Это, конечно, и интересная с научкой точки зрения, но исходно предпосыл, было именно возможно ли это осуществить именно для цели регенеративной медицины. И существовало несколько предпосылок к тому, чтобы считать, что это реализуемо. И с самого первого опыта Жены Гердена с амфитами показали, что соматические геток могут посадить в выкринку ягушки и получить взрослую ягушку. Затем были, как я уже говорил, опытные планирования. Соматические геток, которые соматические геток в черные овечки посадили в белый и получили овцу под эменитори, которую мы все знаем прекрасно. Значит, это другой важный эксперимент. Третий такой уже численный гетокс элемент по клеточному слиянию, проведенному ТАДО, Апостимон Смитом, тут еще есть Ижан Смит, наш соотечественник Сироп, из Новосибирского до сих пор работает довольно успешно на циперестологии генетики. Он, по сути, был первым, который показал в этой статье, что при слиянии полипотеток для нас соматических происходит непограммирование соматического ягра, и оно приобретает свойства полипотетности гибрид, приобретает свойства полипотетности. Это было потом доказано по отсадке этих гибридов в районной непривотности. Это было очень важным. Таким образом, да, я хочу упомянуть, в начале с которым я долгое время работал, в Германии, в Штатах, это Коншоль, который был открывателем одного из центральных белков, о котором сейчас я буду говорить, белок О4, который увлечен в поддержании, но также индуцированной полипотетности. Так вот, этот О4, как я сказал, можно ли программировать семантические гибридоприопатетные, ответ был получен на решении Монакой в 2006 году публикации, представленной здесь, что он довольно быстрый, наверное, беспрестный случай, получил он несколько времени. Он взял коктейль «Факторы специфической гибридоприопатетности». На самом деле, среди них, если не специфические гибридоприопатетности, каким-то образом он вывел этот коктейль из 24 факторов. Потом он его увлажал и показал, что 4 фактора, 4 сок, скилл, когда мы говорим, абсолютно необходим для любого репрограммировать гибридоприопатетное состояние. Он во всех коктелях, с которыми я буду говорить позже, и с которыми мы продолжаем работать в сегодняшний день. Коты на коктейль магические смогли программировать соматическое ядро в регулярном обзоре в гибридоприопатетное состояние. Эти клетки были названы энтузинами гибридоприопрятными гибридоприопатетами, и ничем поскольку не отличались от обычных амуреональцевых клеток, полученных из реальных заросных услуг. Они могли участвовать в развитии сплиных гибридоатома и гибридоприопереда. Таким образом, была лишняя проблема создания онлогичных гибридоприопатетных клеток и это изучено здесь. Это широкий возмазк для регенеративной медицины на основе клеток, когда азматические клетки рекрограммируются, получается припадет клеток, который затем дифференцируется. Полностью дифференцированной клетки либо чем всего желаемый конечный фенартип является именно прогенитурным кетком, то есть способный переферировать. Здесь как бы это просто едно за счет как бы с помощью дифференцированной клетки. На самом деле более желательное состояние прогенитурки и полностью дифференцированной клетки. На этом мы можем проводить какие угодно гетический напрямую манипуляции. Одно из таких манипуляций мы сейчас работаем. Это может быть CRISPR, модификация генома. Это может быть модификация генома. Это может быть модификация генома. И как бы самый перспективный, многоопрещающий подход именно заключается в отологичной эксплуатации. Но на самом дубинское время я уже 6 лет после открытия получил, именно от меня на счет создания материальных заболеваний человека. Эти клетки уже себя порождали и заслужили. И понятно, что исключение служило на перспективе именно уже за это. Создание моделей заболеваний человека и поиск новых тестирований звездных хромологических препаратов. Называется модель заболеваний чашки петли. Еще один важный момент. И вот забыл пример, что эти перспективные способны референцировать взрослые и зрелые гометы в культуре. Ее с мужскими оплометриками достаточно давно было показано. Это действительно возможно. А вот за такое полноценное исследование, результаты показывающие получение зрелого гомета, женский гомет, появилось буквально 2-3 дня назад в статье в журнале Nature. Японскими авторами удалось дефиницировать клетки взрослые и зрелые оценки, которые могли бы и милые физически стерилизовать, получать здоровое и нормальное потомство. Считаю, что это один из важных продуктов в этой области. Они крайне многообещающие с точки зрения как регенеративной медицины, так и вспомогательной генеративной медицины в случае лечения и бесплодия. За прошедшие 10 лет после открытия были разработаны более эффективно-безопасные способы рекламирования. Оригинальный способ заключался на использовании антивирусных векторов, которые вот эти 4 магические факторы были рекламированы. Эти вектории дефинировали геном, и существовал риск инсерциона мультикинеза и так далее. Были разработаны более продвинутые способы, которые были облагательствами на инсерцию геном, а с помощью облагательных генетических программирований. Также была показана возможность CRISPR-Cas-системы манипуляции с геномом. Естественно, сразу показано, как только были открыты публикации по CRISPR-Cas-систему. В первую очередь, в лаборатории в Дорфе и Енише. То, что мы занимаемся, чем мы, мы внедряем инсерцированный геном, с помощью искусственной термосомы. Это, конечно, мы узнаем, чем мы узнаем позже. Как я сказал, очень важное направление для моделирования заболеваний. Уже создана модель, ряда заболеваний. Найдены новые лекарственные препараты и так далее. И уже есть первые случаи технических испытаний. И они проводятся в Японии под руководством ТКХ. Это и под пристами, что называется супер-рвежим, руководством Вишени Монакли. То есть того, кто открыл эти препараты. Существуют и нерешенные проблемы, ассоциированные с использованием стволовоотлеток. Первое – это накопление мутаций. Известно, что уходит в препараты довольно жесткие вещи. Такое разрыхление грамотина, потом смена экспрессии, геноэкспрессии и так далее. И в ходе такого кардинального изменения клеточной судьбы происходит по каким-то причинам, еще неизвестно, накопление точной мутаций. Вот это не некий такой недостаток. И, кстати, это было выявлено накопление мутаций в ходе первых клинических испытаний. Они увидели накопление точной мутации в клетках ОПС-клетках, полученные от пациента, страдающих в генеральной сетчатке. И они обнаружили некие изменения. Они показали, что они очень на функции не отражаются, но тем не менее это их насторожило, они перестанавливаются испытания. Есть некая в реабиленности, как я сказал, у этих клонов. Один клон может быть не дорепрограммирован, либо репрограммирован. И, наконец, это крайне сложно получать IP-слетки в JP-Flower. Это крайне дорогая процедура. По одни промоцентках 200-300 тысяч львов на первом виде. Вот. Значит, как решить эти проблемы? Есть несколько путей. Можно банкировать линии. Можно, скажем, для данной популяции создать коллекцию ОПС-клеток, полученных в ремпе условиях. И эта коллекция клеток будет покрывать, скажем, для этой популяции в виде выплатить существующих. Главное, чтобы нас совпадали речевые A, B, C, R, D, R, B. У первого класса комплекс гистеросместимости это второго класса. Совпадение по этим гистеролегам в большинстве случаев обеспечивает приживаемость ОПС-продуктов, производных ОПС-клеток для пациента. Есть такая инициатива для ее создания ЕЛС-а и Пишинения Монако. На этой степени это нивелирует ценность ОПС-клеток отологичного тела, который можно получать от пациента. Он приложил предел с помощью гополактинемии, как я сказал, ОПС-клетки имеют ценность. Это не заключается на моделировании, в первую очередь. Возможно, будут найдены какие-то способы предотвращения негативной мультации. Другим путем возможного решения этой проблемы является создание иммунологических универсальных линий, где либо все эти гены наполутированы, либо какие-то дополнительные гены такие есть. Эти моменты мы тоже занимаемся. Возникла некая проблема, связанная с иммуногенностью неференцированного клетка, так и в нашем лаборатории было показано. Репрограммированные клетки каким-то образом оторгаются. Причем это зависит от способа репрограммирования. Не вирусные способы. Но тем не менее, эти клетки обладают лимонологические исследования, которые снижают регенеративные функционалы. Такой путь решения, как я сказала, также как в том случае, является созданием иммунологических универсальных линий, которые были бы совместимы с этим пациентом. В нашем лаборатории мы планимаем такие исследования, и сейчас уже начали эти работы. На наших работах мы хотим накрутировать общего партнера, агена HLA-1 класса, в том числе для АВЦ. Это ген для гетазуарного микроглобина. Также накрутировать ассоциативаторы, которые активируют все гена второго класса в ответ на стимуляцию перферона. Но также есть еще известная такая флориогенная аморика HLA-G, она экспрессируется перед беременностью в плаценте. Известно, что плод он полуаллогенный, половина агенома его от отца. И по идеям нужно оторгаться. Но по девалюте был выработан механизм подавления отражения полуаллогенного эмбриона с помощью именно HLA-1. Очень интересный. И сочетание возможных амортифакторов нам позволит создать у него приступить и близится к созданию универсальных линий. Такая вот прикладная область. И она затрагивает не только эти клетки, естественно, но мы можем говорить и о создании универсальных линий в реаномостановых клеток, уже существующих линий. Но также и линии, которые можно получать из исходных аэропластов, например, в реаномостановых клеток, которые доступны в организме. Технология аэропластов будет применена практически к любому типу клеток. Естественно, PSR-ки имеют до известной степени для того, чтобы они позволяют некий новый кастинг производств при предотборах зоны заведомо владычной генетической здоровью и определенным генотипом. И это, как известно, с этими генотипами. Зоны, генотипы, для нас склады, поэтому надо каждый раз подтверждать и эффективизовать. Это такая непредсказуемая процедура. А так как это MIPES, мы уже имеем здоровье, и в геномах эффективизованных мы можем получать при скретке донора. Третья проблема – это очень довольно важная, она еще под катактами не лишена. Это тартагены клеток. Естественно, что они при попадании в иммунод или равные условия которые не дают началу опухолю. Это как бы неотъемлемое свойство этих петок. Свойство пепотетности. Это доброгачественные опухоли, но тем не менее можно допустить, что пеплода, как у закрытых пространств, они могут произвести проблемы. Они достаточно быстро растут. Один из возможных подходов – это трансдифференцировка, когда мы вообще не входим в это состояние, в опасное состояние. Другой подход – это полная дифференцировка с последующей сортировкой. Я должен сказать, что именно такой панкод реализован на ношении Монако в первом клиническом испытании. Он использовал клетки сетчатками фигментированными, поэтому хоть и дезинцировки, он на чуть ли не вручном режиме, так как наши дети, смог отобрать эти клетки и трансплантировать их к пациенту. Таким образом, он забежал, возможно, потенциальные проблемы загрязняющих остаточных IPS клеток. Таким образом, он, естественно, обошел с гестератомой. Но вообще говоря, проблема требует своего решения. И вот другим из возможных подходов может являться негативной селекцией остаточных IPS клеток, в том числе и с помощью генетических подходов. Один из таких подходов, предложили мы, заключается в том, что мы внедряем клетки некую такую кассету с суицидальным геном тимиденкиназы. Эта кассета управляется энхансером и парамотером, который специфически экспрессируется при гипотезных клеток, но молчат дифференцированные клетки. Таким образом, мы доставляем эту кассету в варианты столовые или для IPS, не важно, в данном случае, в варианты столовые. Мы получаем такую популяцию, которая несет эту кассету. Затем мы немножко ее дифференцируем, субоптимально противировать клетки. А затем, мы можем ликвидировать дифференцированные клетки, например, добавить фурмицина. Мы видим, что убрали все дифференцированные клетки и оставили не дифференцированные. Но мы можем в обратную сторону. Мы можем ликвидировать негетированственные клетки, что и правило здесь. Добавлями, аляTIГ-иэля и это субтратов, это превращается в генитиназ. Она убивает клетки. Таким образом, мы можем селективно либо либо обогащать либо обе casino, либо либо объединять популяцию. Nitva йопателенные клетки. Если мы добавляем опыта, мы сажаем их через другие. Несколько отклонившихся, в каком более пундаментальном области проекта, который мы работаем в нашей лаборатории, посвящен изучению вот этого лимфанца. Лимфанца происходит из геном-4. Он достаточно интересный. И похоже, что в ходе этих исследований нам удалось открыть новый фактор, увлеченный регуляцией приподельности, а возможной неудобцией. Лимфанца уже достаточно давно описана, в 1996 году. В лаборатории Ханса Шойера он был картиран с помощью ДНК-пределения. Более позднее показано, что он был подтвержден. Этот разраст стоит из двух элементов. Один из которых сайт 2AB, связывает фактор 4SOX. Это такие известные два партнера, которые всегда работают в тандеме. Рядом с ними расположен сайт, на самом деле до сих пор фактор, связывающий этот сайт, не был описан. Но он важный. И когда мы модеритируем вот этот маленький кусочек, мы теряем экспрессию. Так вот, мы поставили задачу выяснить, какой фактор связывает, потом подтвердить, какой механизм действия. Кроме того, есть явно свидетельство того, что эти два партнера взаимодействуют друг другу, каким-то образом есть между ними кросс-ток взаимодействие. Вот. Но этот фактор, в отличие от от этих, он не пилипатин специфический, но тем не менее в концерте с этим он работает как пилипатинный фактор. Вот он экспрессируется в печени, в мозге, в тимусе, в фибробластах. Вот он фактор, и есть еще второй там фактор. Мы использовали вот этот сайт, который был А2А. Он взял отсюда, мы его взяли с биотином и провели исследование. Во-первых, мы взяли экстракт, мы сделали фраксонирование, мы гидрофобные носители получили фракции, мы выделили фракции, в которых эта тоникосваживающая активность, она выявляется и здесь. Мы видим тут две фракции, два белка. Потом мы эти фракции использовали в биографии и очистке, используя с помощью этого же сайта. Мы показали, что на самом деле там связываются два фактора, и они имеют никакого рода конкурентного взаимодействия, причем они связываются по соответствию, но один связан в одно из случаях и другой, если мы это используем с помощью исследовательных мутантов. Затем мы используем вот этот аллогин пилотет, именно Михаил Васильевич здесь, это работа была сделана совместно с Михаил Васильевичем Плотаковским и Татьяной Атамоновой. Мы провели архивную очистку из полиэтополя, для которой мы использовали мутант, который не способен связывать эти факторы. Мы выявили несколько белков, которые связаны специфически с этим фактором. Это оказались в кейке CDP-1, 2, 3 и, наверное, в кейке. И все они происходят на моем семействе. Это КАЖ, содержащие белки, это РНК-содержащие белки, участвующие в РНК-процессе. Есть некое свидетельство того, что они участвовали в регуляции транскрипции. По началу мы расстроились, потом мы отбывали что-то, которые не специфические белки, если мы не видели. На самом деле, есть прямое указание, на то, что CDP-1 играет роль в развитии. Древна гамази-глотных по генам PCVP гибнут на стадии гласонцев. Это очень разная стадия. И, в общем, практически нет ни одного генам, где бы развитие не доходило. Можно сказать, с одной стороны, что это достаточно поздняя стадия, когда уже произошла сегрегация двух линий, типа клеток, это внутренняя креечная масса, фидбласт и трофитодерма. Но, на самом деле, эта сегрегация происходит практически всегда. Но затем это состояние уже не может уксировать. Например, мы можем удалить кучевые белки для туфопласта, белок СиД-Х2, накрутировать его, и все равно мы получаем кучевые, которые будет трофитодерма. Это самый ранний кучевой. Мы можем накрутировать ЛК-4, и мы все равно получим геновичные основы. Как бы такие архитектуры, в частности, в Мамаганде, лазонцисты, они не функциональны. Они дальше не могут развиваться. Таким образом, то, что она гибнет на стадии лазонциста, уже очень хорошее указание на то, что ген вовлечен в самые ранние события. Кроме того, в другой статье была показана его экспрессия на ранний развитие, преимущественная экспрессия клеточная масса. Во-первых, чтобы убедиться в том, что эти блоки сидят именно на этом сайте. ген на обществе на сайте 2 мы привели на материном на сайте все три гена обмечены. То есть, они действительно связываются с геном обществе 2. Это было видно, может быть свет погасить, не знаю. в дальнейшем мы провели опыты по нокдауну. Мы с помощью генирующей геномы оплутировали агент PCVP. GP, зеленый, у нас туда, куда выявился вирус, который кодирует эту шпильку. А здесь у нас идет окраска на PCVP и на OOP4 бюрок. Когда мы совмещаем эти два, мы видим, что там, где негативилась шпилька на PCVP, мы наблюдаем выключение самого отсутствия белка, как бы нормального выключения для ЖНК. И во многих случаях мы наблюдаем еще и выключение геновок-4. Продукт белок не обнаружен. Таким образом, эти данные, естественно, в том, что PCVP непосредственно прямой регулирует геновок-4 через два инхансера. Эксперимент проведен достаточно быстро, и это временная трансфекция. Временная трансфекция с шпилькой, мы сюда попали плазмиды, здесь она объявила PCVP, здесь мы видим, что здесь также происходит время экспрессии белок-4. Дальше мы могли проводить, потому что это временная трансфекция, факторы добавляются, мы переходим на стабильную систему. И также мы используем Криспер-технологию для напульсирования этого гена. В общем, у нас очень высокая эффективность, мы можем дилетировать копии гена, производить произвесительные изменения. То, что мы уже видим, что эмбриональность клетки в отсутствии PCVP не выживает. Судьба этих клеток в отсутствии PCVP еще нам предстоит выяснить, но ясно, что это факторы совершенно незаменимы для существования этих клеток. А возможно, это реально приипотетность. Здесь я отпущу, отпущу. Значит, возвращаясь к Криспер-технологии, я вам не знаю. Но его можно посетить к любому промоутру, минимальному, и он будет работать немного. Он включен на клеток и выключен дефиленцированный. Очень хорошо работает. Вот мы можем умереть к оси-то клетки и, как я сказал, произвести на популяцию в ту или другую сторону, обогатить, и по международному обороту объединить. Мы можем то же самое пройдет на человеческом. Например, на первых силах эмбриональность клетки есть клетка человека. Это здесь показано. Она работает. Хотя эмбриональность клеток взяты из региона мыши, он прекрасно работает и у человека. Также мы можем вколоть эти клетки непосредственно в животное. В данном случае мы можем мыши, которые не обладают этой системой. Если мы не используем энцикловер, мы не получаем опухоли в 100% случаев. Когда мы прямо непосредственно мыши вводим энцикловер после введения клеток, мы подавляем нос в топ опухоли, траток. Таким образом, система работает не только в чашке, а также и в животном, в организме. Это как бы нас подвигло на то, что можно использовать этот подход для того, чтобы, например, использовать, непосредственно вводить клетки непосредственно для того, чтобы эти клетки нашли, скажем, в случае повреждения органа или ткани. Клетки нашли химотаксисом этот орган, очаг патологии, дифференцировались под воздействием у микрооружения в нужной ткани био. В ряде случаев такой подход не работает, когда надо предводить, когда можно дифференцировать клетки и потом вводить. Но, по-другому, если возможно, это можно принять допрямую, вводя не дифференцированные клетки, которые застрахованы тем, что в них внедряна сути данных кассеты, которая обеспечивает их уничтожение далее. Но у этого подхода есть, это как бы пока еще перспектива измерения в микрооружении. Это как бы такая разработка. Естественно, у этого подхода есть проблемы. Первое – это инсерцированный генез. Это связано с любым трансгеном. Но есть также проблемы и инстабильность в речи. И тут, как бы, в контексте вот этого грустования, я бы хотел рассказать об искусственных хромосомах. На самом деле, здесь, о котором я сейчас хочу поговорить. И существует, у нас еще время есть, да? Да. Существует два типа искусственных хромосом. Один из них получен путем усечения хромосом на 21 человек. Это организованно в лаборатории Ашимура. Практически это мини-хромосомы, из которых внедрены все гены. И, в общем-то, все какие-то мини-кодировки. Хотя это под вопросом. Существуют там какие-то кодирующие орнокаргены. Это еще неизвестно. Другой подход заключается в синтезе. И это удалось реализовать Вадим Галларионова. Он использовал очень хитрый, очень сложный подход для синтеза. Это какая-то хромосомы. Они правили последовательность цитомера человека. Сантимизовали ее несколько тысяч раз. Потом это все планировали через систему ВАК, ЯК и ХАК. Создали в результате ХАК. Фьюмный артик-челых хромосом. И ЧХАЙ в данном случае. Так вот, эти хромосомы, содержащие многократно повторилась энтромерная область 22-й хромосомы, способны поддерживаться автономно неоперерированным геном в качестве автономной эффективной единицы. Они очень стабильные. Здесь это проиллюстрировано. Они, вот они говорят, как они выглядят в козе метоза, так они, это фиш-гебрализация. Гебрализация, профессиональная гебрализация на хромосомах с пробуемым хромосомам. Она удовлетворяется в виде точки. Что свойственно этим хромосомам? Они обладают очень высокой метафической стабильностью. Документирована 35 и более пассажей. Она поддерживает скультуру. У нее очень высокая емкость. И в данном аспекте она, конечно, очень будет составлять хорошую инкуренцию CRISPR-системе, которая очень не способна, которая не позубавствует на такие доставки и тем более такого размера интеграции. Они интегрируют геном. Они пойдет как автономные единицы. Они по необходимости могут быть удалены низкой. И это осуществляется с помощью того, с помощью системы ТЭТ. В ходе синтеза в центромерную область хромосомы внедряли ТЭТ-ТЭТ последовательность. Если у нас присутствуют в клетке ТЭТ-репрессор ХРАП, мы можем регулировать связанные этого репрессора с центромерной областью. Если присутствует дексициклина, то ингибирует связанные пентохоров в центромерную область хромосомы. Таким образом, при каждом клетском делении хромосомы будут теряться. Таким образом, мы можем регулировать эту хромосомы с популяциями. Это очень важное свойство. Что касается непосредственно нашей работы, мы впервые показали, что эти хромосомы от подиума типа, как они называются, эти синтетические хромосомы, собраны в видро. Мы можем их внедрить в ипотетные клетки. Здесь это полиэстрировано. Во-первых, мы собрали хромосомы, вот ее как бы субстрат. Через Крилокс рекомендацию мы загрузили туда ген, в данном случае GFP, но мы можем в В, ген-тепресский ген загрузить. Мы получили такую хромосому несущую нашу, желаемый ген. Мы его можем отслеживать, это GFP. Потом это все производится, это манипуляция при эксилечо. Ген-тепресский хромячка, я не буду оставаться почему-либо на них. Потом эти клетки фрагментируются особым способом, и хромосомы переносятся в те клетки, которые мы желаем. В данном случае ген-тепрессовые клетки мыши. Так вот, мы показали, что это искусственная хромосома отхода типа Можни. Она очень стабильна у этих клеток, и может поддерживаться на многих поколениях. В ходе ген-тепресских делений ген-тепрессовых клеток мыши пока еще. То же самое, но ген-тепрессовые клетки в настоящий момент еще и реализуются. Мы можем показать, что эти клетки, несущие альфония из-за дополнительных хромосома человека, они сохраняют свойства и непонятности, не дают начало траатомам. И эти траатомы экспрессируют этот ген, который мы внедрили с помощью искусственной хромосомы. Также мы можем ввести наши эмбрионастерные клетки в раннее развитие, в раннее время мыши, получить, скажем, 7,5 дней эмбрион, посмотреть вклад нашей клетки, несущей искусственной хромосомы на этой стадии. Также мы можем получить химерную мышь, часть клеток организма, которые включают потомки ясклеток, несущие искусственной хромосомы. Также можно провести гистологический анализ и показать, что наши клетки, несущие хромосомы, внедрились на все зародышшие листки. В настоящий момент нам пока не удалось получить внедрение в полоумерение клеток, но это как бы мало последний. А в более широком аспекте я показал, как это работает, что мы действительно можем вводить эту хромосому в приподельной клетке, она там стабильно поддерживается. А в более широком смысле, во-первых, мы хотим показать, как это все работает, в так называемом терапевтическом цикле на основе искусственной хромосомы. Когда мы, скажем, берем на крупномодельную мышь, гемофидей типа А, и здесь в эмпатии, а у вас три модели отрабатываются. Мы получаем такие клетки, тут тоже можно получать с помощью искусственной хромосомы, несущие коктейли Монаки. Но это, как бы, не самая обязательная и важная функция применения искусственной хромосомы. Важно, что мы можем провести генотерапию, восполнить отсутствующие гены в копии дикого типа. А затем мы еще можем внедрить сюда суицидальную кассету, которую я описал раньше. Если у нас имеются клетки, которые универсальны или они неэстетипически совместимы с рецептингом, можем начать с этой, и они содержат гены в копию дикого типа, мы можем начать с этого этапа, опять внедрить суицидальную кассету и затем ввести к конец мещения. Нужно за достаточно время отрабатывать этот цикл, перспективы, естественно, все это население на применение этого человека. И, наконец, я хотел бы остановиться на одном интересном проекте, который практически сейчас в завершающей стадии. Мне нужно обрековать его. И он касается некронической функции генотерапии 4, о которой я сегодня говорил несколько раз. Мы изучали его функции в прошлом. Это структурный фактор. Он активирует гена в сотрудничестве с другим. Важный фактор, в СОПС-2. И как было изучено и исходно показано генотерапии 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 2 фактора на генотерапии 4-й. Самое первое исследование было в 98-м году. Было показано, что генотерапии генотерапии 4-й не развивается в дальнейшей стадии массацистики. И происходит это потому, что внутренняя клеточная масса, приватительная клеточная масса, терапии генотерапии генотерапии 3-й не деференцируются. Мутанты дифференцируются в осочестве 4-й. Также эти исследования были подтверждены друг в другом эксперименте. Было показано, что потомки внутренней клеточной массы генотерапии 4-й не возникали у А4-й не мутантов. В другом расследовании, о котором я уже принимал участие, было показано, что в четвертом влечен в поддержание шести способностей клеток перевесить половину клеток и сделала эту работу с помощью условного нокаута. Тогда это было стандартное нокаута, как я показал на самом втором слайде. Здесь был проведен второй нокаут. Ген, который затем выщепляется уже в той ткани или в глубинном промежутке, где необходимо. В данном случае мы использовали клей-рекоменажа под контролем тканино-специфических человек, который активировал только перевесить половую клетку. Таким образом мы избежали летать на этой стадии и нокаутировали ген в поздней стадии. Показали, что в первой клетке умирают лактозом. То есть это другая сумма. Здесь они дифференцируются, здесь они покидают так называемый джим-лайн-сайкл. Другое исследование недавнее, которое тоже понимало в части. Таким способом использования эту же мышь был приведен аккаут на стадии 6,5 дней в эмбибласти. Было показано, что отсутствие об четвертого плохо сказывается на развитии потоков и клеток позднего эмбибласта. Однако все укладывается в эту концепцию. Это заключается в том, что об четвертый необходим для удержания припадения в стекле таких пластов. Как ранее, так и позднее. Совсем недавнее исследование, оно опубликовано в августе, совершенно неожиданное исследование, выяснилось, что об четвертый регулирует длину тела у позвоночных. Происходит за счет того, что он репрессирует экспрессию хоус-генов, которые определяют длину и тела. Таким образом, если использовать мутантную мышь, которая в экспрессии гена задержана с помощью CDX, его экспрессия выключается позже. Поэтому гены ХОПС активируются позже. И возникает удлинение мутантной мыши, которая задержана на экспрессии выключения гена О4. А в крайне ярком выражении у змеи, например, О4 экспрессируется очень долго, что приводит к возникновению в определенную форму тела. Очень интересная статья, как бы я их могу прочитать. Это совершенно неожиданное. Но это как бы укладывается в концепцию, укладывается в модель, где О4 регулируют функционирование О4. Это очень классно. И сегодня я хочу сказать, да, еще есть раковое наказание о том, что О4 может быть вовлечен в функционирование столовца этой возрастной организации. Например, один из ранних, наверное, я уже укажу за рамки, да? Видите еще? Если к вопросу, хоть и время, как лучше. Да, ну я тогда мне придется представить. Есть указание о том, что О4 вовлечено в раковое перерождение. Это список публикаций, который был показан. Как же был очень важный эксперимент проведен, он показал, что в экспрессии О4 приводит к неоплазии, клетки кишечника. Таким образом, есть какие-то указания о том, что О4 может играть роль в функционировании самого человека взрослого органината. И для этого, я в этом исследовании принимал участие, было произведено нокаут О4 в разных столовых клетках кишечника, в низнохимальных столовых клетках, в гемотопоэтических столовых клетках, в клетках печени, в нейрональных столовых клетках. И нигде функции О4 не вловыми. Поэтому, существующие на сегодняшнем представлении, О4 уменят функции вне GMI. GMI подключается для холепатитной клетки и непосредственной половой клетки. Клетки, которые могу отдать начало половой клетки. Это все в совокупности называется GMI. Так вот, хочу показать в оставшееся время, что не так. И у О4 есть его уже. Это очень важно. Именно на взрослых клетках. Все началось с этой констинкой. Ко мне пришла Ольга Черепанова. Она работает в биржинском университете. Она показала, что О4 активируется в природе. И она показала мне эту экскрессию. Скорее всего, это ложные позитивы. Я предложил использовать такую модель, где в геново-4 внедрена репортер GFP. Таким образом, мы можем отслеживать за состоянием гена по появлению зеленого клетка. Сегодня здесь не очень видно. Но при, например, модели... Известная модель, которая используется в геново-5 области астросклероза. Это перевязка оперативной астросклерозы. Там происходит ремоделирование нарастания нео-унтимы. Под этой нео-унтимой является экспрессией геногена GFP. Белка GFP. Что говорит о том, что активировался локус. Это уже как бы первое посерьезное указание. Затем, опять взяв нашу мышь, полученную в свое время, это условно-разруктивное, мы скрестили эту мышцу с скридрайвера, который экспрессирует клей-коменозов от промотанных миазин-клеточей. То есть он экспрессирует, производит дилетцию в этом гене, компульсирует его только в ветках клей-балокомышленной мускулатуры. То есть там, где она использована, учитывая это было выводы при окраске. Потом она была скрестили с АПУЕ мышью. Это генетический фон, на котором развивается сокроверятностью астросклероз. Практически в 100%. Да, и потом, естественно, эти мыши поддерживались не нашим, скажем, в диете. И затем мы изучали функцию, роль вклада гена А4 в развитии этой патологии. И выяснилось, что ген А4 имеет вклад. И вот так выглядят бляшки от астросклероза в отсутствии гена А4. Они больше, они имеют другие характеристики, и в них больше отложено жиров. Они показывают большее отложение жиров. Если мы проанализируем соотношение разных типов коллагена в этой пляшке, мы увидим, что там больше, на пути, на том числе геновом пляшках, больше коллагена среднего типа. И говорит о том, что это пляшки более подвижные. А подвижный пляшки является одной из ведущих причин смертности. Не собака-седвляшка, а именно подвижность. Таким образом показывают связь от А4 среди с фактором, самый важный фактор смертности у человека. Как это показано здесь. И каким образом интерпретируют наши результаты? Вот это, естественно, про феномена. Феномен называется переключение фенотипов в массового целого фенописовича. Это описано, но он, в общем, в основном признан. А какие противятся признаны. Значит, в ходе развития атмосфероза подводясь к каким-то факторам происходит миграция в область нейронтии. И эти клетки делают эту функцию. Они ремоделируют. Так вот, то, что мы показали, да, мы можем ли этот эффект, вот это переключение фенотипов можно отследить с помощью генетических маркетов. В данном случае с помощью EYFP двумышечной. Которые позволяют отследить не только сами клетки, но и их потомки. Потому что эти клетки в ходе переключения своего фенотипа они теряют, собственно, потому их называют фенотипы свечи, они теряют экспрессию маркетов. Поэтому мы теряем за ними, которые мы не можем отследить. А вот этот имидж-стрейсер позволяет отследить их потомки. Так вот, как и показали на этой картинке, в отсутствие ген-ауке четвертого потомки двумышечной клеток-голобертной постулатуры не обнаруживаются в меомантиме. Вот она, в меомантиме. Зато там добавляется обогащение маркетового макрофала. А это вредные свойства. Это плохо для обляжки. А вот миграция этих клеток в неоомантима как раз ремоделирует и сознащает их в лучшие свойства. Таким образом, да, и мы можем моделировать это, потому что мы наблюдаем здесь, в культуре. Мы помещаем в одноночной клетке культуру, в данном случае дикого типа, а здесь накалываем по четвертому. И используем так называемый окислометр осуэлепидов ОФЦ. Известный индуктор ион. Этот факт стимулирует для переключения фенотипа в культуре. То есть, проводит этот процесс, мимикрирует процесс, запускает процесс именно в культуре. Мы можем видеть, что мы наблюдаем экспресс-экспрессиво в четвертый при воздействии антифактов окислым осуэлепидом. Но мы не наблюдаем, что в клетке мы опутируем. Таким образом, четвертый необходим для переключения фенотипа. И это просто при большем увеличении и клетки меняют морфологию. И они начинают экспрессировать ГНО4. Да, и в отсутствии четвертой клетки теряют способность мигрировать. Это экспланты, 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 пляшек. Из нашей клетки теряют способность мигрировать от пляшки. Естественно, мы показали экспрессию ГНО4. Она активируется при воздействии окислым осуэлепидом. И она не активируется, но вот тут. Мы изучаем механизмы, которые лежат на стриме, на даунстриме. Активация ГНО4 и в настоящее время эта работа проводится. Один из таких генов, который был выявлен в ходе нашего исследования, это ген Остарфантин. Он был описан 15 лет назад, что это известно не решение ГНО4, увеличенное, кстати, в миграцию клеток. Таким образом, даже на этом уровне видно, что ГНО4 запускает презентационную программу. И, несмотря на то, что уровень экспрессии не имеет, он вложен в порядке, тем не менее, он работает в трискессионном парке. И на данном стаде я хотел бы конструировать наши результаты. Таким образом, как я сказала, имеет место переключение фенотипа, где была обычная мускулатура в поле развития патологии и регулировать неотиму. Вот. Но этот процесс переключения фенотипа в миграции блокируется в следующий класс у сведений ГНО4. Таким образом, связали факторы переключения фенотипа с этим важным процессом переключения фенотипа. Это совершенно новое свойство и новое сведение о ГНО4. А с более такой широкой точки зрения я могу предположить, что в ходе этого переключения фенотипа происходит некогда дефилинсировка этих клеток. Таким образом, а это факторы переключения в случае в случае советских в процессе перепрограммирования. Таким образом, мы можем активистически вывязать при причине фенотипа и функцию геноприепатитности. Я хотел бы наконец поблагодарить наших компаратов фенотипа Лорионова и Катлину, с которыми мы работали, искусственной информационной Гэри Оуэнс, Черепанова, с которыми мы показали функцию геноприепатитности. Ходорковского Николая Алексеевича геноприепатитности. Работа была поддержана ходом геноприепатитности. Создается ощущение, когда читаешь и слушаешь что раздифференцировка и соматическое репрограммирование это чисто биотехнологическая манипуляция. А в нормальных тканях, ну, возможно, там, скажем, при ухо, или во ухо, соматическое репрограммирование происходит. Как Вы считаете, годовая частота этого явления вообще имеет ли она места в нормальных тканях? Я так поняла. Ну, по-моему, пример, с домашними летами до нас такое переключение и это как бы конечно патология да, я не возвращаю как-то приипативное состояние, но клетки в каждой пластичности они включают одни, они включают другие перекренодовые свойства. Но только четверг осовлечен в этот процесс. Один тип клеток гладкомышечный только помоложе получается. да, в чем вопрос это будет? А, скажем, процессы трассы деференцировки? Ну да, но причем ли обществе трассы деференцировки? Кстати, да, и, может быть, я так его понял, но, например, есть публикации, в которых клетки фибровации репрограммируются гемодипетически и казалось бы. И это не было наказано, усиливает процесс. Так вот, на самом деле, точка моя точка зрения, разделяется, что на раннем этапе развития, на раннем этапе трассы трассы или программирования он скорее всего как пионер-фактор и способен связываться с закрытым хроматином, нуклеосовым хроматином. Это свойство, связанное с закрытым хроматином, это свойство пионер-фактора. Ак-4 его было показать, что это один из пионер-факторов. На раннем этапе препрограммирования он, скорее всего, работает как пионер-фактора. В общем, и на этом этапе возможно его заменить другими факторами. То же самое, он может быть использован для транспортировки гемо-факторов гемо-факторов. Просто его функция на данном этапе это разрыкнуть хроматином, открыть его. А то есть такая фаза при программировании, когда уже он должен сесть на свои геновые решения вместе с и активировать программу транскрипции свойствами на раннем этапе там неважно какой-то У4 или другой пионер-фактор, несколько описанных. Они просто и функция в том, чтобы разрыкнуть в формате. в том, ответил на вопрос. Спасибо. Спасибо большое. Еще вопросы? Да, Елена Васильевна. Пожалуйста. С эволюционной точки зрения генов впечатления он когда появился? В момент появления клетки или чуть позже? поскольку он участвует в развитии не, просто намного позже да? У рыб он есть, он есть я не изучал два вопроса, скажем сейчас дать ему вспомнить. Данио Реррио он есть, но он не учен воплечен в поддержание эндодермина, насколько я знаю. Но у него там какие-то другие функции. Именно у плацентарных питающих появилось свойство именно его роль именно в поддержании джемлайна припотеке. Еще вопросы? Если нет, тогда давайте поблагодарим Василия Николаевича. Это первый раз, да? Василий Николаевич? У нас первая машина надо надеть и поотвести. Так, коллеги, у нас сейчас перерыв. Юрий Павлович раз. Ответ. Ответ. И мы забираемся снова к четыре. Куда в пятнадцать? Куда в пятнадцать? Четыре. Куда в пятнадцать?